Здравствуйте, дорогие читатели Гагаджет! Сегодня в нашу лабораторию попал такой комбайн, известный, относящийся к классу All-in-One, производства Asus. Носит он гордое имя ET2700. 27, соответственно, означает диагональ этого вот экрана. Помимо, собственно, комбайна, который поместился, компьютер, который поместился в этот сосуд, вместе с ним идёт вот такой вот сабвуфер, собственно, штучка, которая выдаёт низкие частоты, точнее, помогает их выдавать из колонок, которые встроены в сам компьютер. Такая вот клавиатура, достаточно простая, но зато беспроводная. Мышь, столь же беспроводная, также пульт дистанционного управления, который нужен для того, чтобы воспользоваться телевизором, поскольку в устройство также встроен телетюнер. Ну, собственно, поскольку это All-in-One, его название отвечает за себя, то есть всё самое главное расположено непосредственно в корпусе, вынесен только блок питания. Включается компьютер точно так же, как любой другой, только кнопка питания расположена непосредственно на нём. Вот она. И, собственно, вот эта вот поверхность – это вырезы для звука. То есть отсюда идёт звук. Можно считать это встроенными колонками, и, кстати, достаточно неплохими. Также здесь есть веб-камеры. Обычная веб-камера. Работает тоже, соответственно, совершенно стандартным образом. Её можно запустить, посмотреть, использовать вместе со скайпом. Компьютер можно закрепить на стену, для этого есть специальное крепление. Но в комплекте также идёт подставка. Подставка, которая… Ну, есть определённый угол наклона, регулируемый. В принципе, не очень сильно, но менять угол наклона можно. Тыльная поверхность содержит ряд необходимых разъёмов, среди которых, помимо питания, есть сетевой разъём, HDMI, VGA, разъём для телевизионной антенны, а также два USB, которые используются для беспроводной клавиатуры и мыши. Слева вот здесь можно видеть Blu-ray-привод. Вот так. Сюда вставляются диски, можно смотреть. Также в этом L1-1 есть специальный отсек, где спрятан ряд разъёмов. В частности, сюда подключаются сабвуферы, колонки, наушники и микрофон. Также здесь нашлось место для двух USB 3.0, комбинированного YASATA разъёма и кардридера. Ну и главная радость этого экрана, он сенсорный, причём поддерживает 10-пальцевый ввод, где он может пригодиться, ну, не знаю где, например, в специальном приложении Finger Tabs Instruments, где можно играть на фортепиано, сразу всеми 10 пальцами. Рихтера из меня не получится, но не устрою клубу. Ну и, например, ударные инструменты. Для тех, кто силён в этом, может попробовать себя звукозаписи, выхотворение и импровизация. Такая вот нехитрая штука. Для чего ещё может пригодиться 10-пальцевый мультитач на этом экране, я, честно говоря, не знаю, но вот два пальца точно пригодятся в знаменитой игрушке Angry Birds. Возможно, вы мечтали поиграть в неё на огромном экране. Субтитры создавал DimaTorzok или, например, славная детская раскраска, которая входит в комплект. Здесь есть ряд шаблонов. Все они очень простые детские. Вы можете использовать всякие инструменты, краски. Всё очень просто. Разный эффект он. Собственно, не ограничивайте себя в творчестве. Что-то такое. В принципе, Asus укомплектовал своё творение вот такой вот панелькой, на которой можно найти тот же Asus Paint. но также тут есть несколько ещё, возможно, более или менее полезных программок, рассчитанных тоже на сенсорное управление в первую очередь. Вот, например, можно делать всякие записки. Отзывается на написание оно хорошо. Также здесь можно записать звук, напечатать, делать видео и отсылать всю эту радость кому-нибудь на e-mail. В целом, устройство получилось достаточно интересным, неплохо сделанным, неплохо скроённым. Как мне видится, очень хорошо для семей, где есть маленькие дети, потому что для них очень много интересного. Всякие там сенсорные штучки, раскраски, игрушки, фортепиано и так далее и тому подобное. Но, учитывая его дорогую цену, я думаю, далеко не каждая среднестатистическая семья в Украине может себе его позволить. Но те, кто могут, наверное, получат определённое удовольствие от использования этой машины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!